Привет всем! Ассирия это одна из крупнейших империй древности и сегодня мы кратко рассмотрим историю ее становления. Различают три периода в истории Ассирии. Староассирийский или Ашурский период около 2400-1392 годов до нашей эры, который иногда разделяется на два периода раннеассирийский и староассирийский. Среднеассирийский 1392-912 года до нашей эры иногда за границу начала периода принимают около 1600-1595 года до нашей эры, что согласуется с началом средневавилонского периода, а также с началом нового этапа в развитии диалектов аккадского языка средневавилонского и среднеассирийского. И новоассирийский 912-605 года до нашей эры иногда в период включается правление Ашурдана II 935-912 года до нашей эры, чьи завоевания были невелики, но кризис уже миновал, а иногда в период включается и весь кризисный 10 век до нашей эры. Кстати интересно, что датировка событий ассирийской истории, годы правления царей, военные походы и другое, с высокой точностью возможно благодаря надежной привязке наблюдаемого в древности ассирийского затмения, затмение Ашурдана III, которое произошло 15 июня 763 года до нашей эры. А еще с 19 века до нашей эры и в Ашуре, и в Вавилоне существовали свои датировочные системы. Ассирийская была оригинальной и основанной на перечислении эпонимов года, а вавилонская продолжила шумеро-аккадскую и впоследствии утраченную традицию датировочных формул года. Старо-ассирийский период – 2300-1392 года до нашей эры Ухудшение климата на Аравийском полуострове вызвало переселение оттуда восточносемитских племен к среднему течению Ефрата и далее на север и восток. Северной группой этих семитских переселенцев были предки древних ассирийцев, составлявших вместе с предками вавилонян древний народ аккадцев. Акадца первоначально расселились в той части Месопотамии, где Ефрат приближается к тигру. Важнейший город, построенный аккадцами на Среднем Тигре, вероятно, на месте субарейского поселения или шумерской колонии, они назвали Ашур по имени своего бога Ашура. Это могло произойти в начале 24 века до н.э., хотя цари того времени названы «жившими в шатрах», и аккадизация Нома Ашур могла быть постепенной. В любом случае, города, впоследствии составившие ядро сирийского государства, Ниневия, Ашура, Арбела, были основаны до второго тысячелетия до н.э. Ашур, несомненно, входил в царство Акад, правда, имел весьма второстепенное значение внутри этого государства. После падения Акада, вероятно, наступил короткий период независимости, и Башур оказался отрезан от завоеванных гутиями центров в Месопотаме, хотя и был ими, возможно, разрушен. Затем, в 21 веке до н.э. входил в державу третьей династии Ура. Около двухтысячного года до н.э. власть переходит к коренным Ашурцам. Именно от этого периода до нас дошла надпись «Ишиакума Илушумы», впервые дарующая привилегия аккадскому купечеству, что было немыслимо в практически тоталитарном шумеро-аккадском царстве. Илушума открывал беспошлиный ввоз меди и, вероятно, приплавав к ней олова и свинца, за что для иностранных и ашурских агентов, вероятно, предлагался такой же беспошлиный вывоз тканей. Торговля с соседним Гасуром и вовсе подтверждается документально. Оттуда, со стороны Ирана, вероятно, шли шерсть и олова из давно исчерпанных к нашему времени афганских месторождений. Шерсть в больших объемах также поступала из Нижней Месопотамии, где в то время хозяйничали Амарии и кочевники. Речь в надписи идет и о восстановлении городской стены, что недвусмысленно подчеркивает самостоятельность Ашура. Около 1807 года до н.э. Ашур на Верхнем Тигре вошел в обширную новообразованную, но непрочную державу Шамши Адада I. В середине 18 века до н.э. под ударами Ямхада, Эшнуны и Вавилонии держава Шамши Адада I распалась, и Ашур был завоеван вавилонским царем Хамурапи, который в итоге захватил также Мари с Эшнунной. Очередное вторжение в Среднее Междуречье, на этот раз Касситов, прервало связь Ашура с Вавилоном. Около 1740-1730 годов до н.э. внук Амарийского вождя Шамши Адада I восстановил независимость. Последующие правители были слабы, но, тем не менее, Ашур имел все шансы для нового расцвета. Но случилось так называемое Междуцарствие, когда власть в Ашуре переходила из рук в руки. Этим и завершился Старо-Ассирийский период. Средний Ассирийский период 1392-912 года до н.э. В XIV веке до н.э. возникает Ассирийское царство, которое в XIII-XI веках до н.э. неоднократно подчиняло всю Северную Месопотамию и прилегающие районы. Из торгово-транзитного государства Ассирия в средний Ассирийский период, по примеру, соседей, превращается в империю, пока еще не мировую, охватывающую самые разнообразные по уровню и типу воспроизводства страны. Целью такого политического образования в пределах верхних Сапотамских долин, степей и близлежащих горных перевалов становится контроль за международной торговлей. Но идеологически ничего нового в обосновании такого положения цари Ассирии не предложили. Адат Нерари I, 1307-1275 гг. н.э. впервые присоединен к своим прежним олигархическим должностям титулом должность Лиму Казначея первого правления и титул царя множеств. И, в совокупности с его значительными военными успехами сразу на обоих фронтах, южном и западном, именно его стоит назвать в качестве создателя средней Ассирийской державы. Суть успеха в Ассирии, видимо, следует искать в том, что отныне царь являлся главнокомандующим и в мирное время, а значит, уже лично отвечал за набор войск и планирование военных компаний, самостоятельно решая вопросы войны и мира. Доступ к казне ему открывала должность Лиму, и теперь армия могла становиться полупрофессиональной, зависимость царя от общин и их ополчения постепенно падала. Тем не менее, царь не являлся верховным землевладельцем и верховным судьей. Салман Ассар I решился на большой поход с целью уничтожить Метанни, уже давно вынужденного лавировать между Хетами и Ассирией. В результате вся верхняя Месопотамия с размерами территории, сравнимыми с державой Шамшиадада I, оказалась под властью Ассирии. Текультини Нурта I в своем длительном правлении продолжал политику предшественников. Он сумел овладеть даже Вавилонией, а Западный фронт из Метанийского окончательно превратился в Хетский. Но конец его правления был печален. После его низложения, объявления безумцем и казни, Ассирия переходит в очередной в своей истории упадок. Вскоре до Ассирии начали доходить последствия, начавшихся ранее в восточно-средиземноморском регионе, грандиозных по масштабам древнего мира событий, катастрофы Бронзового века и переселения народа в море. Под их ударом пало Хетское царство. Егибет же, хотя и отразил натиск, но клонился к своему очередному большому упадку и потерял все свои ближневосточные владения. Отношения Ассирии и Вавилонии на фоне этих и последующих событий сменялись полосами союзов против арамеев, а также войны и мира. Выстояв в хаосе и сохранив почти всю верхнюю Месопотамию, Ассирия притягла к Полосаре I вновь неожиданно для Ближнего Востока приступила к завоеваниям. Он совершил два эпичных похода вдоль Ефрата, к Черному и к Средиземному морям. Дважды громил он и поднявшихся было с колен при Навудходоносоре I в Вавилонию. Громкая слава Теглат Полосара I не забылась в Ассирии надолго. Но его преемникам, вновь устроившим династические споры, не удалось удержать завоеванные территории. И этот период Ассирийской истории закончился темным веком Ассирии. Без успехов, без развития, без информации. Новоассирийский период 912-605 года до н.э. Новоассирийский период в истории начался лишь после того, как в IX веке до н.э. Ассирия сумела отправиться от ирамейского вторжения. Ассирия – это период ее наивысшего могущества. Ассирии в очередной раз в своей истории повезло с географическим положением. Неоднократные вторжения, например, Гути, о которых мы рассказывали в одном из прошлых видео, подсказку на которое вы найдете в правом верхнем углу, в Месопотамию в прежние века приводили завоевателей в Среднее Междуречье, в Низовье рек Близнецов и в Верховье Ефрата, при этом оставляя Верховье Тигра с их не лучшими климатическими условиями и с трудно орошаемыми почвами нетронутыми. Выгодно располагалась Ассирия и со стратегической точки зрения, но об этом мы уже говорили в прошлые периоды. Будучи усилившейся, Ассирия легко могла захватить все торговые пути, пересекающие Месопотамию. К этой цели в IX веке до н.э. вновь устремились цари Ассирии. Вакуум силы на Древнем Востоке, приведший к образованию множества мелких и слабых государств, только способствовал этому. Среди добычи было много коней. Видимо, именно тогда в Ассирии зарождаются кавалерия и почтово-разведывательная служба. Колесницы к этому времени начали терять военное значение. Падение хетской монополии на железо позволило перевооружить армию на манер народа в море современным стальным оружием. Ассирия вступила в Железный век. Чрезвычайно высокую роль сыграл следующий царь Ашур-Нацир-Опал II. Продолжая громить горцев северо-востока, он подавил восстание на западе, а затем, после почти двухсотлетнего перерыва, повторил поход Теглат-Паласара I к Средиземному морю. Собрал огромную по тем временам дань с городов Сирии и Финикии без боя. Совершил он и первый удачный перенос в столице из Ашура. Его выбор пал на Калиху, основанную еще Салманасаром I. Завоеванные территории закреплялись постройкой ассирийских крепостей. Покоренные страны назначались верные царю правители. Мятежные же и не сдающиеся без боя народы в то время буквально уничтожали, порой весьма жестокими видами казни. Ассирийцы рассчитывали, что известия о таких расправах облегчат им экспансию, внушая лишь ужас. На деле все обстояло иначе. Разоряемые народы на севере объединились в новое государство Урарту и составили мощную силу противодействия Ассирии. Огромные военные потери от непрерывных и, по сути, уже бессмысленных походов ради удержания завоеваний и престижа привели к разрухе и застою в экономике империи. Начиналась эпоха внутренних неурядиц, длившаяся почти век до начала правления Саргона II, который был превосходным полководцем и начал путь Ассирии к ее наивысшему расцвету. Но об этом мы поговорим уже в следующем выпуске. Спасибо за ваше внимание и до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok